Всем привет! Это Родион Газманов и портал lifeandstyle.com В Москве наступила осень, а к нам в руки попал Range Rover Vogue SE Что можно сказать об этой машине? Land Rover эта машина называется своим флагманом и вполне заслуженно Почему? Он здоровенный, он красивый, он авторитетный на дороге И он стоит почти 5,5 миллионов рублей Пойдем посмотрим Дорогие друзья, вместе с порталом Life and Style я рекомендую вам всегда пристегиваться в аренде езды Нужно же взять на себя какую-то небольшую социальную миссию Итак, мы с вами сидим в Range Rover Vogue Special Edition Я специально сказал это с русским акцентом, чтобы все поняли, что мы снимаем Для русского портала, хотя он называется иностранными словами Life and Style К тому же на домене com Абсолютно не патриотично с вашей стороны Мы ругаем машину всего энергии, друзья На самом деле это будет довольно тяжело делать, потому что довольно неплохое получилось Фирменная фишка Ягуаров и Land Rover Выезжающая шайба Одна моя очень хорошая знакомая, которая занимается автообзорами Страшно жаловалась на Ягуар Land Rover, потому что резинка для волос на этой штуке не держится То есть как только ты выключаешь машину, резинка сваривается Очень неудобно, он говорит, я такую машину себе не хочу Что у нас здесь есть хорошего? Ну, в первую очередь, мы вообще, теперь, будучи избалованными хорошими комплектациями Машина без панорамной крыши машины не считает Давайте откроем и посмотрим, как здесь красиво Ну что ж, поехали Мне очень нравится эта машина, потому что Относится к этой тачке с большим уважением на дороге Салон здесь, на самом деле, замечательный Сочетание кожи, еще кожи Совсем-совсем немножко пластика и еще меньше алюминия А, и дерево, конечно же Салон отделан деревом И возникает ощущение очень-очень-очень дорогой машины Даже если нажать сюда, то езжает обратно Прячем мой там орбит, набор ключей и так далее Вот, машина внутри очень приятная И когда садишься, ты просто чувствуешь радость от поездки Я не люблю дерево Я не люблю салон, отделанный деревом Но здесь оно абсолютно не смотрится чужеродным Единственное, где мне больше понравился салон, это Ягуар Совершенно верно, Ягуар XF Да, безусловно Но этот салон, честно тебе скажу Не могу назвать идеальный Почему? Мне не очень нравятся прямые линии, которые здесь превалируют Это ты после Infinix, так говоришь Потому что Infinix, он чрезмерно зализан Вот, и все-таки это японцы, это англичане И, кстати, заметьте, очень хорошая звукоизоляция И у него ветровое стекло с дополнительной шумноизоляцией Как тебе интерфейс? Интерфейс приятный Есть очень маленькие незначительные недочеты Но большие кнопки В принципе, интерфейс довольно логичен И внутри там, что называется, под капотом Огромная куча различных настроек Сразу разобрался? Да, довольно быстро Единственное, конечно Те, которые занимались переводом на русский язык Интерфейса Range Rover И, кстати, Ягуаров тоже здесь интерфейс похожий Они просто не стали заморачиваться То мы видим такие вещи, как Telef.kn И путем некоторых рассуждений логических Можно догадаться, что это телефонная книга Хотя, допустим, словом «контакты» Можно было бы здесь ограничиться тем же набором символов Очень интересная функция здесь из многих других Это двойной экран То есть здесь включается функция, которая позволяет тебе, например, смотреть мультики Любишь смотреть мультики? Вот А мне не отвлекаться от дороги И смотреть, допустим, на навигацию Ты видишь, что вы? Вижу Я бы не сказал, что он очень хорошо ловит Да Ловит не очень Да Если мы смотрим с DVD, допустим Я сегодня разговариваю Да, но при этом где второе окно? Посмотри с моей стороны Я не вижу телевизор Я вижу интерфейс навигатора Здесь как здорово Алло Громкая связь реализована отвратительно И слышно очень-очень-очень плохо меня Хотя я... Собеседника звучит хорошо Пока ты не переключился на телевизор Да Ну, запишем это в минусы Ладно, давай поговорим с первым плюсом Ну, машина очень управляемая Крайне легкий руль И стартуют они, конечно, потрясающе Ну, ты знаешь... Я бы не сказал, что все-таки Настолько легкий руль, что он не закручивает на полорота Да, имеется в виду, что он не выкручивается обратно на поворотах И здесь приходится так придерживаться Точнее, помогать ему раскручиваться обратно 340 лошадей под капотом Для этой массы оказалось весьма эффективным И разгон машина берет очень уверенно Как на начальных стадиях разгона Так, когда ты уже за сотку переваливаешь Спокойно, совершенно так же не напрягаясь Доходишь до 160-200, если ты на трассе Рывки у этой машины происходят просто замечательно Здесь есть, я смотрю, режим спорт и лепестки Здесь есть режим спорт и лепестки И, опять же, моя иллюзия по поводу больших машин здесь не оправдалась И лепестки здесь тоже, в принципе, могут абсолютно использоваться Хотя, конечно, наигравшись, ты уже полагаешься на автомат Который здесь абсолютно легко угадывает все твои малейшие желания И переключается просто моментально Ну, кстати, ты сейчас, когда резко стоп давал Я это делал без лепестков Это, конечно, очень хорошо Это даже не было спорт-режимом Спорт-режим это уже для таких прямо детализированных Прям по мелочам моментов Что он делает? Он просто оставляет двигатель работать на повышенной передаче На повышенных оборотах Но здесь машина ускоряется прекрасно практически на любом количестве оборотов То есть очень хорошая отдача И раскручивается просто в момент буквально Звук приятного мотора Да, на этом Да, здесь, конечно Здесь трубовый движок Трехлитровый, да И мне, кстати, очень понравилось Очень понравилось то, как машина обращается со своим расходом Потому что, конечно, здесь деньги могут влетать в трубу Абсолютно не фигуральное выражение И, конечно, если топить То можно увидеть как средний расход Какой-нибудь показатель Типа 50 литров Здесь направлены Вот, если же не топить И ехать аккуратно, осторожно и бережно То можно добиться такого показателя Как 11 литров А 11 литров по городу Это очень хороший показатель для любой машины, я считаю Ну, с учетом пробок ты имеешь или 11 Да, конечно Средний расход Ну, такой смешанный И там трасса, и город И все вместе, да Вот, сейчас вот мы с вами видим расход 19,6 литра на 100 километров Ну, в конце концов, когда ты берешь такую большую машину С чем-то приходится мириться Мы не будем уподобляться тому олигарху Который купил себе не всегда с бриллиантами в руле А потом сдал его, потому что ест в руле Вот, в конце концов Вот, а бак у этой машины под 100 литров Вот, поэтому заправлять его долго и дорого То есть, это первая машина Полный бак, который у меня обошелся в 3000 рублей с чем-то Дормально Чувствует свое пространство пособленным и выделенным В принципе, руке удобно лежать Моей руке, по крайней мере, на этой консоли Но, если хочется дополнительного подлокотника То он здесь есть Как и любой нормальный подлокотник Он регулируется по высоте То есть, здесь можно покрутить эту штуку Ну, кстати, мне тоже очень удобно Да, это хорошо Настоящая фишка этой комплектации Это, конечно же, массаж О, да Спасибо Прекрасно Перфорация сидений Вентиляция То есть, подогрев и охлаждение сидений Происходит через поддув Соответственно Если тебе жарко Ты можешь включить поддув холодного воздуха Через сидения Только, конечно Голупотреблять усилие не нужно Потому что можно постудиться Здесь, кстати Среди кучи настроек Есть еще Таймер По сечению которого То есть, после, допустим Получаса вождения Автоматически включается массаж Меня эта опция порядком задолбала уже Потому что я не всегда хочу массаж С другой стороны Когда я на Селигер ездил На машине Рено Логан Мне, конечно Я скучал по рейндж-роверу Потому что Очень хотелось массаж Обзорность У машины Очень хорошая обзорность Плюс, конечно Ощущение До этого пространства Возникает Когда Видно панорамную крышу То есть, салон очень светлый И чувствую себя Так немножко Как в аквариуме Несмотря на то Что задний стекло затонирует Ввиду того, что машина высокая Видно очень хорошо И в потоке Ты видишь Кто что делает На несколько машин вперед Но только если ты не едешь за фурой Конечно Этих ребят по высоте Переплюнуть Немножко сложнее Сложнее Мы можем взять фурну На тест-драйв Зеркала большие Да, хорошие зеркала Естественно Они изгибаются Чуть-чуть К концу Для того, чтобы было видно Мертвые зоны Вот Да, очень Я сейчас пытаюсь Отрегулировать сидение И действительно понимаю Что Бесконечное количество Вот этого настроек Очень много места в машине Сзади И багажник Огромный просто Давайте зададим Традиционный Для нашей рубрики вопрос Женя Как там сзади? Сзади хорошо Система безопасности Здесь Подразумевает И спутниковые Различные системы Которые дистанционно Могут включить Твою машину И вынуть Наряд Дружелюбных Дежливых ребят С автоматами Вот И даже Когда я сдал машину На мойку Мне позвонили Дежливые люди И сказали У вас есть доступ к машине Я не отрываюсь От Гамбургера Сказал Да, конечно Все в порядке Назал Специальный код И это Мне отстали На самом деле Они спросили Вы, наверное На мойке Да, такая тема Люди знают Куда езжу И чем я занимаюсь Да Я, кстати Вот эта система Всегда Немножко Напрягала Именно С этой точки зрения Что они Могут всегда Посмотреть На ходу Ну, если тебе Нечего скрывать От мужа То У меня еще один вопрос Женя Как климат в семье? Вот Нехорошая тема Следить за тема Где бывает Слушай Ты можешь Совсем спокойно Да Видимо Попросить Распечатку Но Мне кажется Что существует Куда Более дешевые способы Следить за Любимым человеком Чем покупать машину За пять с половиной Миллионов рублей Вот Ну, опять же Да То же самое Айфон Но, дорогие друзья Если вам подарили Ренчровер ВОК А вы его не заслуживаете Знаете За вами Скорее всего Следят Конечно Машины с такими габаритами Всегда будут Проблемы с парковкой Все-таки Длина Ренчровер ВОК СЕ В стандартном Виде Не удлиненной базой Пять метров Все-таки Это Габариты С которыми Приходится считаться На помощь Приходят Конечно Камеры Которые при парковке Помогают Ориентироваться Но Система Не так Хорошо реализована Как Та же самая Система У BMW Или Опять же Один должное Infinity Потому что Запатентованный Вид сверху Когда ты видишь Практически То что окружает Твою машину И сможешь С феноменальной Точностью Парковаться Здесь этого К сожалению Нет Но Задняя камера При необходимости Позволяет Совершить Параллельную Парковку А все остальное Довершает Водительский опыт И парктроник Главное Друзья мои Чувствовать машину Еще одна Прекрасная вещь Это пневмоподвеска Которая Может творить Совершенно Разные чудеса Кроме Всего прочего Система стабилизации Увеличивает Или уменьшает Жесткость подвески В поворотах И это тоже Очень здорово И важно Я все никак не мог понять Как машина С таким клиренсом Может на таких скоростях Входить в 90 градусные Практически повороты Я понял Как это происходит Когда я немножко Почитал про машину На сайте подвеска Но кстати Подвеска действительно Замечательная Потому что Все дорожные неровности В виде люков И лежащих полицейских Машина сглатывает Абсолютно не замечая Что на самом деле Неудивительно Для машины Подобного размера И подобного склада Потому что Это не кроссовер Друзья Это настоящий внедорожник Для протокола Нужно отметить Что Когда опущен подлокотник Отстегиваться неудобно Вот И Надежда Только что это заметила Молодец Хотя если отстегиваешься Левой рукой Ну в твоем случае Правой Попробуй Правой рукой Нормально? Все равно неудобно Это ты уже придумал Сейчас Вот есть специальная кнопка На двери Которая Приводит машину В самое низкое положение Подвески Для того Чтобы в машину Было удобно Забираться И вылезать Смотри Оп Здорово опускается Ну я думаю Что это сантиметров Тридцать-сорок Мы опустили сейчас Да, нормально Пойдем Друзья Настало время Для испытания машины гитары Ведь для музыканта Самое главное Иметь возможность Возить с собой Свой инструмент Поехали Как видите Сюда можно поместить Не только гитару А штук пять Наверное Вместе с гитаристами Багажник у Range Rover Vogue Весьма просторный Дорогие друзья Я надеюсь Что этот обзор Вам понравился Не меньше Чем мне понравился Range Rover Вок SE Большой Красивый Авторитетный Флагман И доступный Тем Кто может потратить На машину Пять миллионов Триста тысяч рублей Но кстати Нужно отдать должное Что Пока мы снимаем Этот обзор Мы видели Сколько Пять или шесть Машин Да Да Примерно так Подобного плана Поэтому В Москве Хорошо Дорогие друзья С вами был Родион Газманов И портал LifeInStyle.com Приходите Подписывайтесь И возвращайтесь К нам Снова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»